2012 год был богат на различные события, как для России в целом, так и для Петербурга в частности. Росбалт подвел итоги уходящего года и вспомнил самые важные и значимые события, произошедшие в северной столице. Начнем, пожалуй, с одной необычной находки, которая прославила город на Неве на всю Россию. В марте этого года в особняке Нарышкиных Трубецких при реставрации был найден самый настоящий клад. Более 2000 предметов в конце XIX и начало XX века дошли до нас в идеальном состоянии, несмотря на 95 долгих лет, проведенных в заточении. Сейчас уникальные вещи находятся на экспозиции в Константиновском дворце и до сих пор так и не оценены экспертами. И хотя стоимость клада точно неизвестна, ясно, что она составляет миллионы долларов. Но не только уникальные шедевры теперь стали достоянием петербургцев. Горожанам в этом году подарили и обновленный летний сад. В мае месяце он, наконец, распахнул свои двери после долгой реконструкции. После обновления в саду появились тысячи молодых кустарников и шпалерных лип. Были вылечены более полутора тысяч старых деревьев. В саду установили фонтаны и копии скульптур, созданных еще при Петре Первом. В результате привычный облик сада стильно изменился. И далеко не всем петербуржцам пришелся по вкусу. Мы Ленинградцы, поэтому мы приходили и как-то все было видно. Все, папине Крылова мы не нашли. Решетки немножко странно, да, что получается как бы живая изгородь, как я понимаю, с кустарниками. Просто все решетки. С целью безопасности, там нельзя проходить к деревьям. С чем как бы мы не совсем поняли этот замысел. Очень мне понравился фонтан вот этот центральный. Совершенно не вписывается ни в скульптуры, ни по архитектурным каким-то своим. Тут они передумали что-то. К важным и долгожданным событиям, несомненно, нужно отнести открытие двух новых станций метро. За несколько дней до Нового года. Станции Международная и Бухарестская начали свою работу во Фрузинском районе города. Правда, и тут не обошлось без скандалов. Ведь изначально станцию Бухарестская планировали открыть еще в августе. Но обещание, к сожалению, выполнить не получилось. Помимо этого, в МИДе были недовольны названием новой станции, поскольку отношения России с Румынией находятся в застое. Однако губернатор Полтавченко принял волевое решение названия станции не менять. Но, увы, от событий положительных мы вынуждены перейти к скандалам этого года, которые тоже прославили Петербург, но только далеко не с лучшей стороны. Самой обсуждаемой персоной года стал депутат Петербургского ЗАГСа Виталий Милонов, который инициировал принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма на середине совершеннолетних. Закон вызвал широкий общественный резонанс по всему миру. Многие известные общественные и культурные деятели выступили против гомофобного закона, а некоторые откровенно заявили о том, что после принятия его Петербург стал столицей мракобесия. Но то, что вы говорите о том, что надо разделить людей на правильных и неправильных, об этом говорил Адольф Гитлер. Они это делали, в концлагерях уничтожали. При том, что Гитлер был геем, при том, что он был жил с мадам Гесса. Мы обязаны защитить детей от откровенно сексуальной информации. Так кто против? Приведите мне, пожалуйста, пример откровенно сексуальной информации. Пример приведите хоть один. Масса, предположим, групп в социальных сетях. Ну как вы можете социальные сети отслеживать? Однако Милонов продолжил свою активную деятельность и подал иски в суд на Мадонну и Леди Гагу, в которой приезжали в Петербург с концертом и резко осудили депутатскую инициативу. Милонов обвинил их в нарушении петербургского закона. За отставку депутата под конец года выступили многие известные люди, а в ходе интернет-голосования более 11 тысяч человек потребовали ухода единоросса из парламента. Однако Милонова ничуть не смущает критиков свой адрес, и он с еще большей активностью готов отстаивать свои убеждения. Не менее скандальной стала и персона самого Георгия Полтавченко. Губернатору не понравилось, как автомобилисты в начале октября встретили кортеж премьер-министра Дмитрия Медведева. Когда он с губернатором и председателем правительства ехал по улицам Петербурга, люди давили на клаксоны и показывали неприличные жесты. Полтавченко назвал поведение петербургцев жлобством. Только ленивый не сигналил клаксонами. Там стояли люди, поднимали всякие пальцы. Мне, как петербуржцу, было стыдно. Понимаете, этим отличаются жители других городов. Но вот такого откровенного жлобства я не видел. Позже городоначальник сообщил о том, что в строительстве стадиона для «Зенита» могут помочь фанаты клуба. После этого болельщики «Сине-белоголубых» устроили на стадионе «Петровский перформанс», через 15 минут после начала игры «Зенит-Кубань» фанаты начали скандировать «Губернатор жлоб» и «Продай дачу, построй стадион». Правда, после Полтавченко заявил, что совсем не обиделся на фанатов и отметил, что не призывал их сдавать деньги на строительство стадиона, а подразумевал лишь добровольное участие петербуржца в строительстве и благоустройстве объекта. Если уж мы начали говорить о футболе, то нельзя не вспомнить о скандале с полузащитником «Зенита» Игорем Денисовым, который, как оказалось, был недоволен своей зарплатой. Игрок в ультимативной форме отказался выходить на поле в матче против «Крыльев Советов», потребовав пересмотра контракта и повышения заработной платы. В клубе посчитали такое поведение дискредитирующим «Сине-белоголубых» и всю сборную страны. Некоторые эксперты утверждают, что конфликт в «Зените» произошел из-за того, что в клуб пришли «Халк» и «Витцель», зарплата которых превышает заработки остальных игроков в несколько раз. Большинство футболистов, спортивных экспертов и фанатов «Зенита» осудили позицию Денисова, поэтому уже 1 ноября он принес извинения и вернулся в основной состав «Зенита». Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. В той ситуации я поступил неправильно, поддавшись эмоциям, и в итоге не смог помочь своим партнерам по команде и оправдать ожидания наших преданных болельщиков. У меня действующий контракт. Я должен и хочу отработать его до конца. Я вырос и сформировался как профессионал в «Зените» и очень хочу приносить пользу своему клубу. Но от событий спортивных перейдем к общественно-политическим. Во всей стране этот год был ознаменован масштабными протестными акциями. Петербург, естественно, не стал исключением. Горожане регулярно выходили на самые разнообразные акции протеста, начиная от акций в поддержку «Пусси Райт», заканчивая так называемой «Стратегией 31». Питерские оппозиционеры, не согласные с возвращением Владимира Путина на пост президента, установили вахту на Исаакиевской площади. Дежурство активистов продолжалось днем и ночью. При этом акция протеста внешне выглядела как народное гуляние. Люди просто общались, говорили о политике, пели патриотические песни. Такую новую форму оппозиционеры изобрели, чтобы их не имели права задерживать сотрудники полиции. Далее речь пойдет не совсем о политике, а о конкретном депутате и его, мягко говоря, агрессивном поведении. Во время заседания ЗАГСа депутат «Единоросс», вице-спикер Сергей Анденко, назвал коллег «баранами», а своего товарища по партии еще одним, не вполне цензурным словом. Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Борис Вишневский заявил, что депутаты намерены обсудить отставку вице-спикера. Правда, пока что депутат продолжает свою работу, и есть предположение, что будет ее продолжать и дальше. Ведь такие истории обычно забываются довольно быстро. А вот коррупционные скандалы так быстро не забываются. Под конец года на всю страну прогремело так называемое трубное дело. Полицейским удалось пресечь в Петербурге деятельность преступной группы, которую подозревают в краже из бюджета города около 3 миллиардов рублей. Эти деньги были выделены на строительство и капитальный ремонт объектов тепла и водоснабжения города. В результате обысков из квартиры у председателя комитета по энергетике Владимира Петрова изъяли 18 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро. А недавно следователи предъявили официальное обвинение в мошенничестве экс-главе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Олегу Тришкину. Раскрыть схему мошенничества удалось после многочисленных прорывов в труб, которые происходили в Петербурге с начала отопительного сезона. После того, как карту прорывов сравнили с тем, где ранее производился ремонт, в Петербурге и разразился трубный скандал. Как и всегда, итоги года отнюдь неоднозначны. Правда, большинство петербуржцев в эти дни вряд ли захочет думать о проблемах. Ведь на носу Новый год, который наверняка принесет нам немало событий и новостей. Будем надеяться, что только хороших.